12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Анна Лапшина и Светлана Занькова. Всем еще раз здравствуйте. Да, и мы следим за тем, как реализуется программа по благоустройству города Кирова, как реализуются инициативы граждан, а также какие ответы дает городская администрация на вопросы и инициативы. И разберем эту ситуацию на примере куска земли. Сейчас, внимание, все сконцентрировались на примере куска земли, на котором сейчас уже построен торговый центр МАКСИ. Это перекресток улицы Московской и Солнечного проезда. То есть, ну, Кирпичная Московская, да, только вот в сторону Солнечного проезда. Там уже построен торговый центр, там сделаны парковки, там расширена Московская. Там делают тротуары, и там поставили новые столбы с освещением. И, честно говоря, люди, которые вот живут вот в этом маленьком райончике перекрестка, они очень рады, потому что они наконец-то получают качественный такой перекресток. Пока что мы понимаем, что это выглядит так. Мы не знаем, как будет там трафик, собственно говоря, перемещаться, насколько это будет эффективно. Но не это сегодняшний вопрос, который мы разбираем в дневном развороте. Разбираем совершенно другую историю. О ней мы уже говорили в наших эфирах, в том числе и в программе «Урбан», которая посвящена городским проектам, и два раза в месяц в нашем эфире проходит. Значит, вопрос этот поднимался на Общественной палате Кировской области. Я сама его инициировала. Вопрос касался следующего. Когда город впервые показывал жителям проекты вот по этому месту конкретному, мы видели там торговый центр, мы видели там парковки, мы видели там благоустройство такого серьезного куска берега реки Илюльченко. Напоминаю, что в рамках проекта «Город Киров меняется» есть проект реки Кирова, Хлыновка и Илюльченко, где продвигается идея, и уже даже первые там есть шаги по расчистке малых рек и благоустройству их берегов. Так называемые ленточные парки. Да, ленточные парки, о которых уже и Васильев говорит, и Шульгин говорит. И первое движение пошло. Но что мы видим на перекрестке Московской и Солнечного проезда? Вот вся эта красота с новым торговым центром и парковками уничтожается абсолютно захламленным и неблагоустроенным берегом реки Илюльченко. И вот этот вопрос мы разбирали на общественной палате. Как давно? Это было не очень давно. Это было в июле месяце. То есть в этом году уже, да? В этом году, вот совсем недавно. Это было в июле месяце. Этот вопрос мы разбирали, приносили туда документы, которые, кстати говоря, благодаря человеку, который сейчас присутствует в нашей студии, я получила. Анатолий Курбатов, координатор сообщества «Красивый Киров», тут вместе с нами, сейчас здесь. Добрый день. Сейчас здесь, тут, сейчас здесь. Добрый день, Анатолий. И выяснилось в процессе, значит, обсуждения, что это два разных торговых центра. Те красивые проекты, которые мы здесь и даже в нашей студии видели, по которым шли публикации в СМИ, в прессе, много газеты напечатали красивые вот эти проекты. Это не Макси. Это не Макси. Оказывается, это касалось компании «Мегастрой», которая собиралась зайти на этот участок, но так и не зашла. В результате мы получили не этот строительный супермаркет «Мегастрой», а другой, Леруа Мерлен, как вы знаете, там на Луганской. Далеко-далеко-далеко-далеко. Там тоже с благоустройством окружающей среды не очень все хорошо. И вот эта компания «Мегастрой» представляла нам красивые проекты. Все были очень довольны, потому что, кроме того, что зайти в торговый центр, припарковаться удобно, можно было еще и пройти по зеленой зоне, посидеть на лавочках в тени прекрасных деревьев. Ну и для местных жителей, конечно, это было бы хорошо. А компания «Макси», которая построила сейчас торговый центр, она, оказывается, даже и не планировала ничего благоустраивать. Мало того, что не планировала, город ей сказал «Окей», и не надо. Правильно, Анатолий? Конечно, нет. Расскажите. Ну, я думаю, тут история того, что это тяжелое наследство предыдущего администрации, которое досталось нынешней администрации. Я бы на их месте, наверное, на этом примере все-таки провел жесткость и все-таки довел вопрос до конца. То есть, если участок давался в аренду, без разницы, что это был предыдущий собственник, но давались по каким-то условиям, то они должны быть реализованы и неукуснительно, и это должно даже не обсуждаться. И с новым инвестором? Да. Не важно, кто еще раз придет. Город продавал территорию именно под определенные условные, как бы, под условия. Если есть концепция торговый центр и благоустройство «зеленая зона», то эту концепцию надо и новому инвестору тоже выдавать. Да. То, что ошибка предыдущей администрации, то, что они не включили это обременение, именно нам не прописали в договор, но они должны же исправлять ее теперь. А по факту получилось следующее, и это выяснилось прямо на заседании общественной палаты, потому что там присутствовали, по счастью, по другому вопросу, нам присутствовал замглавы города господин Ященко, и там присутствовали представители, которые занимаются землей, земельными отношениями, и они нам выложили следующую информацию. Это информация публичная. Мы получили ответ на обращение общественной палаты от города. Мы это обращение тоже зачитаем чуть позже. Но город сказал, товарищи, там два разных земельных участка и два разных арендатора этих земельных участков. Компания «Макси», которая построила торговый центр с парковками, полностью выполняет свои обязательства. А вот тот кусок земли, который прилегает непосредственно к реке Люльченко, отдан компании «Стратилат». «Стратилат». Запомните это название. Это компания, которая взяла его в аренду до 1923 года. И что собирается там делать? И собиралась еще один торговый центр построить. Где? Ну, там больше не торговый центр, наверное, какие-то лырьки, которые будут перехватывать приезжающих покупателей. То есть торговая улочка такая? Ну, да. Такая из 90-х. Вот теперь представьте себе. У нас там уже есть из 90-х торговый центр «Планета», где масса всяких ларьков, которые половина из них закрыта, другие открываются и снова закрываются. У нас есть большой современный торговый продуктовый центр. И у нас есть кусок земли, вот такой он вытянутый от московской по солнечному проезду, упирается как раз в планету, который отдан компании «Стратилат» в аренду до 1923 года под строительство каких-то торговых павильонов. Никакого строительства, конечно, там сейчас не ведется. Необходимость таких торговых павильонов, я не уверена, что просчитана городом, насколько это вообще эффективно. Но вот мы сейчас не можем это обсуждать, потому что там масса всяких складов еще рядом. А непонятно для торговли чем предназначались эти торговые павильончики? Я думаю, что строим материалы. Еще строим материалы. А зачем же тогда? Планета рядом. Все в одном месте. «Спартак» строим материалы там еще складованы. Еще вот какие-то... И теперь обрати внимание, Аня, у тебя на столе лежит план земельных участков. Совершенно непонятно. И даже без этого плана... Очередной раз я вчера проезжала по этой улице, и вот сейчас, когда построен уже Макси с парковками, виден этот вытянутый узкий участок земли, совершенно непонятно, как на нем какие-то торговые источки еще можно строить. Ну, как мы же видим, мы ходим по улицам, мы видим, как у нас лырки, пекарни и все прочее открываются прямо на техточках. На маленьких пятачках. Да, там вдоль Московской вытянутой, да, наконечной, там производственного Росского перекрестка, прямо на теплотрассе в том году, когда история шумела. Но это прямо показывает подход нашей администрации, что там бардак творится в этом плане. То есть никакого планирования, никаких таких каких-то правильных вещей-то не происходит. То есть, ну, приходят, там, условно, бизнес, вот хотим это, ну да, конечно, берите. Никто ничего не контролирует, и в итоге получается то, что получается. Сейчас есть какая-то возможность вот с этой вот компанией, Стратилат, договориться о благоустройстве, о благоустройстве берега реки? Вот ты нас плавно подвела к обращению общественной палаты. А отчасти ведь они должны быть заинтересованы в том, чтобы территория была благоустроена. Кто? Нет. Кто? Нет, арендаторы не должны. Я думаю, что у нас, к сожалению, никто, ну, мало кто заинтересован в развитии территории около бизнеса. У нас потому что нет примеров. Мне-то казалось, что благоустроенная территория будет привлекать дополнительно людей. Вот, я поэтому и спрашивала, собственно, торговля чем предполагается в этих ларьках? Понятно, чем предполагается, на самом деле. Вот смотрите, значит, по итогам заседания в адрес Ильи Шульгина было направлено обращение общественной палаты Кировской области. Это была комиссия по экологии, где мы рассматривали этот вопрос. С просьбой пояснить? Принято решение обратиться в ваш адрес, в адрес Ильи Шульгина, с рекомендациями. Общественная палата может рекомендовать. Во взаимодействии с компанией Макси и компанией Стратилат благоустроить береговую зону реки Люльченко как рекреационную зону озеленения строительства пешеходных дорожек, прилегающей к строящимся гипермаркетам Макси и запланированному к строительству до 2023 года торговому центру компании Стратилат. Провести проверку в рассматриваемом микрорайоне всех землепользователей на предмет выполнения ими условий договора аренды и предоставления муниципальных земельных участков в собственность правилами землепользования и застройки Кирова, градостроительному и экологическому законодательству. В случае нарушения принять соответствующие меры. Принять концепцию развития рекреационных зон ленточных парков вдоль малых рек Кирова с последующим включением ее положения в градостроительную документацию, напоминаю, у нас сейчас разрабатывается генплан, использовать ограничения, вытекающие из данной концепции в качестве необходимого условия при выдаче разрешения на строительство. Правильное было обращение? Абсолютно правильно, я читаю прямо сейчас. Очень грамотное со всех сторон обращение, слава богу, мы научились такие вещи делать, то есть не какую-то конкретную мини-задачку решать, а действительно принимать такие вещи. Что нам ответил город, вот это мы разберем после короткого перерыва. Взаимодействие с торговыми сетями благоустройства, прилегающих к магазинам территории, развития с точки зрения благоустройства, рекреации и экологии города Кирова мы обсуждаем сегодня в программе «Дневной разворот» в студии Светлана Занько, Анна Лапшина и Анатолий Курбатов, координатор сообщества «Красивый Киров». На примере обращения Общественной палаты Кировской области Комиссии по экологию в городскую администрацию мы говорим о районе торгового центра «Макси», который теперь уже расположился на перекрестке Московской и Солнечного проезда. Напоминаю, что изначально нам показывали красивые проекты благоустройства, прилегающие территории. Берега, реки с дорожками, с озеленением, чтобы можно было не только там заехать на машине, купить и уехать, чтобы можно было сесть на лавочку, отдохнуть, и чтобы река Люльченко, как и река Хелыновка, превращалась в те самые ленточные парки постепенно, о которых сейчас так активно говорят все представители властей. Начиная с федерального уровня. Мы зачитали обращение Общественной палаты к Илье Шульгину, которое было направлено 24 июля 2018 года. Толя сказал, что оно очень грамотно было составлено, там три пункта. И теперь мы можем разобрать ответ, который пришел на это обращение. 23 августа. Спустя месяц. Они уложились в 30 рабочих дней. Всегда тютелька в тютельку, не раньше. 23 августа, но и не позже, что очень важно. За подписью... За подписью, я так понимаю, что Александра Ященко, первого заместителя главы администрации города. Да, зам главы администрации города Кира. Он, кстати, был на этом совещании, он был по другому вопросу, рассматривался склон на Калинка Морозов, на милицейской. И он впервые услышал тоже такую историю, был очень удивлен тогда. И сказал, что в этом надо разобраться. Вот разобрались. И чего мы получили? Туль, я вот предоставляю эти возможности. Ну, получили формальную отписку, где написано, какой земельный участок принадлежит кому-то. И что в беседе было указано арендатором на необходимость уборки. Но, в принципе, это и все. То есть никаких невыводов в этом ответе нет. В беседе было указано. Да. То есть, ну, мне кажется, что было бы хорошо, если бы они все-таки это просто довели до конца. Ну, давайте разберем. Смотрите, они прислали ответ. И ответ сопровождался массой фотографий, между прочим. Значит, выехала комиссия на место. Светлана, давайте ответ назовем правильно, как он есть. Это отписка. Это отписка, что вот, да, вот у нас есть такие-то участки и есть такие-то арендаторы. Все. Причем их там не один и не два. Никакого ответа ни на один ваш вопрос, в этом ответе не задержится. Вот прислали, приложили к этому ответу отписки массу фотографий. На фотографии, надо сказать, запечатлели горы строительного мусора. Кроме того, надо сказать, когда начал строиться Макси, вырубили всю вот эту вот поросль, деревья и кустарники по берегу Лельчинки. Половина из них была свалена прямо в русло. А остальная половина лежала по берегам. Значит, в результате там куча ссылок на каких-то там участки арендаторов. Но главное, в последнем абзаце, как всегда, Ященко нам пишет. В результате осмотра установлено, что земельный участок не используется, зарастает растительностью. Это земельный участок, который арендует стратилат. Стратилат. Значит, зарастает растительностью. На участке размещены демонтированные части опор освещения. Размещены строительные вагончики. На участке имеется мусор, в том числе бытовой ветки, отспеленных кустов доски. Бобина от кабеля фото прилагается. Правда, прилагается. При беседе с арендатором было указано на необходимость уборки несанкционированно размещенного мусора на земельном участке и приведение его в нормативное состояние. Но это ведь не то, чего хотят добиться общественники. Общественники хотят добиться благоустройства территории. Уборка мусора – это все-таки немножко другое. Это уж точно обязанность человека, который намусорил и оставил. То, что мы видим, то, что они увидели в результате осмотра в ответ на обращение, но, по идее, это их работа не должны были видеть без всякого обращения. Обращение было по другому поводу. Обращение было по благоустройству территории, и в ответе не говорится об этом ни слова. Я с Анатолием согласна. Ничего. Мало того, у меня, например, очень, ну не то чтобы расстраивает или удивляет, я понимаю, что там арендаторов много. Мне кажется, это не очень хороший показатель. Много арендаторов участков. Это значит, что никто за этот участок ответственности не несет. Вот так. Что будет делать общественная палата? Ну, общественная палата в моем лице, поскольку я была инициатор этой темы, еще раз от общественной палаты направит обращение к господину Ященко или Вячеславовичу Шульгину с указанием того, что мы не получили ответ. Ну, нет, ответа у нас три пункта. Конкретно обозначены, мы их озвучили. Ответа нет. Что будет делать и с этим участком город? Потому что, наверное, надо будет уже переформулировать, посмотреть, насколько обоснованно под строительство торгового центра было выделение участка вот этого прилегающего к реке Люльченко. И дальше обязательно мы стребуем ответ, что будут делать с этим участком. Самое главное, чтобы в их ответе прозвучали сроки конкретно. И сроки. А не то, что мы там сделаем что-то когда-то где-то. А именно вот там, в 21-м году вот это. Вот смотрите, какая история. Выигран уже подряд на разработку нового генплана города Кирова к юбилею города. Это будет новосибирская компания, которая будет разрабатывать. В данный момент с подачи Ирины Васильевны Рубцовой, вот на общественных слушаниях, которые совсем недавно прошли, собираются заявки от горожан. Что бы они хотели, чтобы было внесено в генплан? Вот это конкретная заявка от горожан. Мы ее много раз озвучили здесь в эфире. И на совещаниях у Шульгина и Ковалевой. И вот общественная палата конкретно пишет. Ребята, вы заговорили про благоустройство берегов рек? Вносите, пожалуйста, это в генеральный план. И придерживайтесь, как вот сказал Толя, этих правил. Мне кажется, тут еще, возможно, есть некая вероятность поработать с жителями прилегающих территорий, прилегающих домов. То есть на той стороне, где стоит Макси, там, конечно, автомобильные крупные вот эти центры сервисные. Мы прямо сейчас с этими жителями работаем, создавая повестку в медиа. Через дорогу напротив есть люди, которые должны быть заинтересованы в появлении новой рекреационной зоны. Мне кажется, если эти люди начнут писать обращение в администрацию, а не только общественная палата, это тоже может иметь свое значение. Аня, у тебя есть обращение. Когда два года назад мы начинали, запускали проект 30 скверов, это была первая группа людей, мы там с Толей были, и был Вячеслав Николаевич Симаков. Это был первый выезд еще по снегу, когда мы объезжали эти точки, которые нам предоставляли, и уже обнаружили как раз вот в домах, которые через дорогу, по кирпичной московской. Там очень активная группа людей, которые мечтают и жаждут и просят, чтобы вот этот участок у Люльчинки, они пешком вынуждены ходить по глиняной такой насыпи, и с колясками, и со всем, между двумя такими запрудами у Люльчинки, и они очень просили это благоустроить. Я знаю, что в данный момент рассматривается возможность просто насыпи и немножко поднятия вот этой вот дорожечки, чтобы люди хотя бы не по грязи вот этой вот страшной шли. Я помню, я там выросла, а просто насыпали. Ну, а благоустройство берегов пока никто не говорит. И этот участок сложный. Еще раз, это через дорогу от Макси, потому что там нужно проводить гидрологические изыскания, там нужно серьезную работу проводить. Но тот участок, о котором мы сейчас говорим, этого ничего не требует. Ничего не требует. Там высокий достаточно участок земли. Под этот участок, еще раз, компания Мегастрой, которая хотела заходить, совершенно спокойно делала проектировочные решения. Они городом принимались. Они городом принимались. И ничего не стоило тогда городу, как вот сказал Толь Курбатов, ничего не стоило новому арендатору компании Макси сказать, товарищи, да, стройте, но у нас тут запланирован зеленый участок. Сквер должен быть. Люди не только по торговым центрам и по парковкам должны шататься. Они должны еще выйти и увидеть зелень. Это все должно быть прописано в качестве обременения при продажах, при сдаче в аренду участков. Но Макси-Макси-то, я так понимаю, как раз отрезала вот так вот границу. Да, они сказали, не, не надо нам. Нам это не надо. Нет, зачем? Отдайте вот это вот Стратилату. Эти 10 метров возьмите, пожалуйста. Мы вообще не знаем, что за компания Стратилат такая. Отдайте Стратилату, там якобы будет еще какой торговый центр, 232 торговых центра на одном пятачке земли. Ну о чем речь вообще ведем? И вот по этому поводу ответа нет. Вот здесь мы не понимаем стратегию. То, что Толя говорит, что это должно быть прописано в стратегии развития города, что строишь что-то, обязательно должно быть благоустройство, и там должны быть учтены нормы. И тротуары, и пешеходные зоны, и количество деревьев, и озеленение с точки зрения экологии, рекреации. Все должно быть учтено. Потому что город не только предназначен для того, чтобы на машине доехать до торгового центра, быстро купить там хавчик, и в свою квартиру спрятаться. Люди должны выйти на благоустроенную территорию. Так это и делается во всех развивающихся городах нашей страны, потому что там чиновники понимают, что они не успевают все сделать, и не всегда делают все качественно. Поэтому участки под застройку, возьмя через стопруды, мы им отдали город, не мы, в смысле, отдал им за застройку, построили кучу домов, ни одного детского садика, ни школы, ни деца культуры, вообще ничего нет. Прошло уже вон сколько лет? Да, уже 10 лет, да. Больше даже. В нормальных условиях. Но сейчас-то строится, и даже церковь там строится. За счет города. А все это могло бы делаться, то есть ты даешь им в аренду участок, или продаешь, и прямо прописываешь, что должны быть построены социобъекты, и все прочее. Да, это удорожит строительство там на 5 на 6, но при покупке квартиры это никто, в принципе, не заметит эту сумму, но они уже будут приедут, и не будут там проблем. То есть мы сами себе, по большому счету, не мы, а администрация, родит себе проблемы на будущее. А это все делается легко, на самом деле. И при этом ничего не теряется. Пару строчек вписал, и все. Смотрите, как круто сейчас получается. Мы буквально на днях приводили пример, микрорайона «Знак», который строит «Железно». И «Железно» уже там построили, там же построили 26-ю школу шикарную, которая теперь город гордится, приглашает туда высоких чиновников, показывает, какую шикарную школу построили, а построили-то с подачи самого застройщика, который понимал, что продавцов квартиры. Там не было инститивной администрации, там был именно инститивный, правильный подход застройщик, владельца застройщика. Застройщики, если это грамотные застройщики, они как раз должны быть заинтересованы в том, чтобы в жилом микрорайоне были объекты социальной инфраструктуры. Вы сейчас говорите про развитое общество взрослое. Это позволяет, в конце концов, продавать квадратные метры чуть дороже. Иди, расскажи нашим застройщикам, которые сдают вот эти гигантские микрорайоны или встыкают свечки в центр города. Ну а там зачем? Там же все есть вокруг. Они же говорят, там же все есть вокруг. Мы сейчас не про застройщиков, а про администрацию, у которой все в руках. Да, администрация может и должна прописывать. И у меня к вам есть предложение, к вам как к Светлане, как к представителю общественной палаты, и к Анатолию как к общественнику, все-таки вот в новом обращении, которое вы будете писать, с просьбой все-таки ответить на ваши вопросы, обязательно прописать пункт, что вы хотели бы получить контакты застройщика, а может быть даже пригласить его на заседание общественной палаты, чтобы человек или несколько людей пояснили, что они собираются там делать, как это отказываются. Ну вот что касается торгового центра МАКСИ, они отказались, потому что, ну, собственно, я их даже позицию понимаю. У них есть обязательства, которые они выполнили. Они получили контракт, получили землю, они построили то, на что получили контракт. Мусор сейчас уберут. Отлично. Они сказали в администрации города, что участок отдан фирме Стратилат. Это город сказал. Давайте. Я про город и говорю. Давайте пригласим на комиссию представителей фирмы Стратилат. Хоть посмотрим, что это за фирма. Ну а смысл какой? Ну как? Они взяли в аренду участок до 23-го года на строительство какого-то торгового центра. Ну надо понять, что они собираются там строить. Не строить торговый центр, а делая зеленый участок. Да они не будут делать зеленый участок. Пусть строят торговый центр или ларечки свои, но пусть бы устроят территорию. Смотри, какая история получается. То есть вот мы в присутствии сотрудников администрации разобрали эту проблему. Администрация, кстати, там на комиссии сказала, что нет, конечно. Кстати, Ященко говорила. Что нет, конечно, как-то очень странно все это выглядит. Очень странно. А теперь администрация нам написала отписку, этот же Ященко. И мы теперь за администрацию же должны вызывать еще стратилат. Стратилат нам скажет. Люди, у меня до 23-го числа, сейчас 18-го, 23-го года, сейчас 18-й. Вареньте участок. Чего вы паритесь? Я его взял под торговый центр. Все на законных основаниях. Какой зеленый участок? Вы, общественники. Хотите, идите сажайте деревья, где хотите. У вас там 30 скверов, которые никак не засаживаются. Но как-то это бессмысленное приглашение и работают только со стратилатом. Мне кажется, хотя бы посмотрели вы на них. Ну, это, на мой взгляд, как раз со стратилатом должна встречаться городская администрация, и они собирались с ними встретиться. И городская администрация должна нам, в конце концов, дать ответ вот на эти три вопросы, которые мы задали. Они не дали его по факту. Так они и не дадут его без застройщика? Ну, пускай разбираются с ним. Сами. Не мы же будем с ним разбираться. У застройщика все документы на руках. У стратилата. Нет? Толя, не знаю. Я думаю, что все-таки... Мы же сидели с вами, Шульгин там, поэтому вопрос тоже высказался на собрание... И разменяется. Да. Он сказал, что... В принципе, те же самые вещи, которые мы сейчас озвучим, что без разницы, как это все было подписано, но как была картинка, показанная людям, как хотите, так... Да, мы там тоже понимаем этот вопрос. Он дал распоряжение своим работникам, администрации, что как хотите, так и... То есть вы дали обещание публичное, выполняйте. Я думаю, что подход был в администрации хороший, а вот как это... А что будет дальше? Я думаю, что он дойдет до конца. Смотрите, что мы сделаем. Смотрите, что мы сделаем. Я, конечно, сейчас на очередную комиссию по экологии этот вопрос верну. Попрошу пригласить Ященко туда. Попрошу... Статилат нет смысла. Город надо приглашать. Господина Ященко туда. А на очередной нашей встрече, которая вот не далее, чем на следующей неделе должна состояться по урбанистическому форуму «Икера сменяется», мы, собственно говоря, Илье Вячеславовичу Шульгину и Елене Васильевне Ковалевой вот все эти наши обращения, фотографии приложены и ответы покажем. Пусть посмотрят, как работают их подчиненные, которые занимаются городом. Все у нас на руках, пожалуйста, вот они, все эти вещи. И посмотрим, какая будет реакция, и что они скажут. Я думаю, что вот эти следующие шаги наши будут, потому что, еще раз, я вот когда смотрела на этот план, у которого они сейчас перед тобой лежат, я думала, ну, может, действительно, там какой-то такой кусок земли, что прямо можно торговый центр еще один там построить или что-нибудь. Там нет этого участка земли. Там узкая полосочка, по которой можно только одну дорожку пешеходную. Ну вот, там будет торговая улица. Ну, мяч все равно на стороне администрации, потому что то, что участок выдан в аренду, это не означает, в принципе, ничего. То есть разрешение на строительство также подписывает и администрация. Соответственно, надо просто выставлять это на расторжение и все-таки обременять МАКСИ. А то им позволят там расширить дорогу, там светвор поставить, выложиться, вырубить деревья, чтобы было видно их вывеску. А там, кстати говоря, там рябины росли, посаженные городом вдоль московской, которые вырублены, тоже непонятно, что там будет. Вот, то есть им позволили как-то это все в свою пользу все выжать, а обдачи от них пока никакой нет. То есть тут надо, в принципе... Обременение. Ну, как-то дипломатически это найти подход и все-таки как-то договориться. Я думаю, у них все получится. Мне кажется тоже, что это не очень сложно. Я бы уходила даже от слова обременение. Это если это будет в стандартах предоставления участков под что угодно. Под дома. Ну, это юридическое название обременения. Под торговый центр, да. Под все что угодно. Ваши вопросы, они возникнут. Хочу, не хочу там делать какую-то зеленую зону. Понимаешь? Даже вопроса не будет. Не, ну, если это, разумеется, все с точки зрения администрации будет делаться с их стороны с желанием, то при желании возможности найти можно, конечно. Администрация должна, в первую очередь, показать, что в городе есть хозяин, да, что он кратчительно относится к своей территории и не дает направлению. Но мы не знаем, что за фирма Стратилат и кто собственник этой фирмы. Вот это важно. Ну, смотрите, нам надо закругляться. Смотрите, какая история. Вот на последнем привозе архитектора из Санкт-Петербурга и Васильев, и Ковалева, и Шульгин заявляли, что вот именно так нам нужно поступать. То есть город планируют, а дальше уже самостоятельно власти работают с инвесторами. Пожалуйста, вы сами сказали первое слово. Действуйте, пожалуйста, согласно своим планам. Мы продолжим освещать эту тему. Благодарим нашего гостя. Анатолий Курбатова, координатор сообщества «Красивый Киров». Анна Лапшина, Светлана Занько, дневной разворот завершен. Да, мы прощаемся с вами. А через 5 минут, через 2 минуты буквально рубрика «Говорит Киров». Альберт Гутнов, руководитель дирекции дорожного хозяйства, расскажет о ремонте дорог в Кирове по программе «Безопасные и качественные дороги» подведет итоги летнего сезона. Говорит Киров. Добрый день, в эфире программа «Говорит Киров», у микрофона Владимир Сметанин. Мой собеседник Альберт Гутнов, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Альберт Валентинович, добрый день. Добрый день. Считанные дни остаются до конца лета. И неспроста я пригласил вас поговорить о дорожном ремонте в областном центре на протяжении всего теплого сезона. Как буквально накануне сообщила прислужба городской администрации, была осуществлена приемка очередного 50-го уже по счету отремонтированного участка, имеется в виду улицы Левитара. В процентном соотношении много ли сделано в этом году? Я имею в виду реализацию программы «Безопасные качественные дороги». Цифру хотелось бы, чтобы вы озвучили, чтобы понимать, на каком мы сейчас периоде находимся. Если мы говорим о сухой статистике, то у нас контракт количеством 82 объекта и протяженность 94 километра, практически 95. Если говорить о выполнении на сегодняшний день, то проверка 80% объема контракта у нас уже фактически готова. То есть это либо в стадии завершения, либо уже в стадии приемки объекта. Естественно, как и по любой работе, есть свои замечания, есть свои вопросы. Где-то у нас есть переделки, но это все в рабочем порядке. Крайний срок, поставленный перед подрядчиками, когда они должны завершить работу все-таки? Если мы говорим о формальной стороне вопроса, то формальная сторона вопроса – это у нас государственный контракт, который заключен с двумя подрядчиками. Это «Виатавтодор» и «Огидомы». Обе организации, они кировские, я думаю, что все их знают. Так вот, возвращаясь к государственному контракту, срок производства работ по данным объектам до конца текущего месяца. На сегодняшний день уже понятно, что подрядчики в силу объективных, ну, наверное, может и субъективных причин, они в этот срок не уложатся. Но говорить о том, что они выбились из графика, я бы не сказал, потому что, ну, скажем так, те дни, которые они перейдут за госконтракт, объяснимо тем, что у нас в начале года были не совсем удобные подобные условия. Мы имеем в виду дождливый июнь, в частности, да? Да, и причем была четкая договоренность не нарушать технологию. На сегодняшний день это основная причина, но далее, скажем так, все дальнейшие вопросы – это процессуальные вопросы, обычная работа заказчика и подрядчика, закрытие контракта. То есть, возможно, применение уже каких-то мер, раз уже переходим за срок 1 сентября. Или подрядчики и без того понимают, что пока вот погода хорошая, и вроде как обещают нам и в начале сентября такую солнечную, сухую погоду, они все-таки будут поторопливаться, да? Скажем так, нормальный подрядчик, он всегда торопится, потому что у него всегда есть работа. И в данной ситуации замечаний к нашим организациям, работающим на улицах, у нас существенных нет. Что касается сроков, то в первой декаде, в сентябре они свои обязательства все закроют. Что касается погодных условий, ну, природа нас балует, у нас пока и прогноз на сентябрь нормальный, и текущее лето нас не подвело. Я думаю, что опасения у нас не должно вызывать. Удается ли высвободить средства, суммы из того, что планировалось изначально, и сделать больше? Уже сегодня понятно, что в рамках первого контракта у нас была экономия порядка 39 миллионов. Потом в втором контракте у нас была тоже экономия. То есть на сегодняшний день у нас дополнительным объектом, которым мы планировали, еще в работе находится 6 объектов. Здесь на этих объектах у нас генподрядчик Абы Заворич, он также работает на этих объектах. И, в принципе, новые сроки и новые условия. То есть он идет в графике, у нас также здесь вопросов не возникает. В целом, как руководитель дирекции, вы довольны качеством работ, которые проводят подрядчики? У меня должность такая, не могу быть довольным. Ну, например, самые распространенные, раз уж недочеты, на ваш взгляд. О грехе есть всегда. Все в начале года говорили, отрабатываем, стараемся организовать подрядчиков. Именно культура производства работ. Нет, к сожалению, не приучились мы пока еще сдавать объект визуально приглядным. То есть там есть, там мусор растает, там какая-то там нашлепка, чего-то как-то. Поэтому стараемся это, обращаем внимание. То есть, ну, уже видно, что от качества, от объекта к объекту, они, скажем так, стараются его сделать приятным. В том числе и визуальный. С визуальной точки зрения. Много говорилось тут в течение лета, что у нас опять проблема, ну, по сравнению с прошлым тоже годом, когда реализовывалась программа впервые в нашем городе «Безопасные и качественные дороги», проблема колодцев кодолизационных. Ну, почему нельзя сразу же сделать нормально, чтобы потом не возвращались подряд? Как в этом году дела обстоят? Есть две стороны медали. Что касается этого контракта, мы старались, не старались, и мы отрабатывали с нашими сетевыми организациями перечень колодцев, обследовали, уведомляли в том числе их о перечне улиц, графике работ. И, в принципе, работа эта дала свой эффект. Вот, к сожалению, появляются колодцы, которые ранее были закатаны в асфальт, но тоже нашли, скажем так, нашли компромисс с подрядчиками, подрядной организацией эти объекты делать. То есть по тем дорогам, по которым у нас сегодня проведен ремонт, не укрепленных и не поднятых колодцев, качество укрепления, ну, скажем так, оно в рамках норматива, вот, если есть какие-то огрехи, они их переделывают. Есть другое замечание, то есть обращаем внимание подрядчика и штрафуем их за это, это те вещи, когда подрядчик уже выполнил, уложил верхний слой, и у него остается подготовлен под ремонт колодца объект сам. В данной ситуации, понимая, жители, которые едут, в принципе, уже визуально ровной дорогой, попадают в эти, ну, фактически, ямы. То есть нет ни сигнальных устройств, нет ни огороженного места, что в данный объезд или что-то еще. То есть это, да, это есть нарушение, они за это получают. Это напрямую, конечно, на безопасности дорожного движения сказывается, и таких, конечно, случаев быть не должно. Что касается гарантии на отремонтированные дороги в этом году, сколько? Три года? Нет, у нас, как панк-контракт, то есть мы не придумываем, есть классификатор, который определяет гарантийные сроки. Сколько? Четыре года. Четыре года, да? С момента приемки дороги в эксплуатацию. И дирекция будет следить? У нас пока нет на этот вопрос претензий. То есть по тем дорогам, которые были сделаны ранее, мы делаем совместный объезд, предписания выдаем, дефектов существенных нету. Есть по некоторым улицам претензии по колодцам, но они не были включены в эти объекты, мы сейчас отдельными... То есть не были в тех заданиях значимы? Да, не были, да. То есть это как гарантийный подрядчикам мы применить не можем, но опять-таки по отдельному контракту подрядчик их поднимает. Скажем так, существенных недостатков по работам прошлого года нет. У нас есть две организации, которые, скажем так, исчезли, но это сейчас у нас уже судебные мероприятия. Ну, в частности, дорога Киров-Русская, да, вы, видимо, ее в том числе имеем в виду? Нет, по Киров-Русскому у нас вопросов нет, и если все сложится, в этом месяце ее... То есть там есть участок, который не принят, этот участок доведут до мая, и он будет принят. В этом месяце, мы имеем в виду до 1 сентября еще, или в сентябре уже? В сентябре, в сентябре, да, с участок дороги, потому что тут уже осталось, даже если они выйдут, то есть они не успеют за эти... А кто будет там работать? Другой подрядчик? По договору это будет... Должен быть Вят-Фтадор. Вят-Фтадор, ага, в сентябре эта работа. Были ли этим летом случаи, когда, ну, подрядчик вроде сделал, отремонтировал, но у приемки есть претензии, и все-таки еще раз рекомендуется вернуться, доделать? Ну, перед приемкой у нас бывает же не один выезд на миг, то есть... Ну, предварительные какие-то, да, обследовали. Да, и в процессе производства работы у нас есть замечания к подрядчикам, и в процессе, когда подрядчик заявляется в приемке дорог, у нас выезжают, смотрят дорогу, и, в принципе, были моменты, когда и приезжали на приемку, какие-то вопросы возникали, мы дорогу не принимали, и подрядчик доделал, после этого принимали. То есть, ну, это обычный, абсолютно обычный рабочий момент. Можем ли мы говорить уже о планах на будущий год? Мы уже не говорим, мы работаем на... Работаете, да, у нас пару минут остается еще. Программа, говорит, программа беззаказной, качественной дороги, она действует, она у нас действует до 2025 года, до 2024 года, то есть показатели они уже есть, и мы уже сейчас разрабатываем перечень мероприятий, перечень дорог, которые будут включены в следующий год. Сумма уже примерно известна, или точная сумма уже известна, которая придет? Сумма известна, то есть она останется где-то примерно в критериях этого года, это миллиард сто, примерно так, вот, перечень объектов мы подбираем, это будет также общественное слушание, ну, естественно, в первую очередь мы будем рекомендовать производство объекта, по которым наиболее интенсивность движения и наибольшее количество общественных маршрутов. Ну, и, наверное, последний вопрос, хочу спросить вас как специалистом, который поработал и в других регионах, вот мы здесь часто в Кирове говорим, что у нас самые плохие дороги, что хуже не бывает, вот вы успокоите жителей областного центра нашего или все-таки подтвердите, что где-то вы хуже еще и видели? Ну, давайте мы будем смотреть не как у кого-то, давайте мы будем стараться сделать, чтобы у нас было лучше, вот я считаю, что это самое главное. Ну, со своей стороны вы говорите, что нацелен на то, чтобы программы выполнять. Других выхода другого нет, да. Спасибо большое, Альберт Гутнов, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Всего доброго, до свидания. Говорит Киров